Шахматы – один из самых демократичных видов спорта. И можно заниматься без возрастных ограничений. Здесь не требуются выдающиеся антропометрические данные, да и технические требования. Условия занятий игр не слишком привередливы. Была бы доска, набор шахматных фигур да партнер или тренер. Он здесь труднее учителю. Впрочем, наставник таковым и является для ребят младшего школьного возраста, решивших заняться этой игрой с более чем полутора тысячелетней историей. Сейчас отделение шахмат проводит набор. Во всех школах мы обошли первые и вторые классы. Приходят к нам родители с маленькими детьми. Действительно есть способные дети, которые уже приходят, умеющие играть в шашки шахматы. По опыту знаем, что первые соревнования сезона не за горами. И скоро юные шахматисты сумеют попробовать себя в турнирных баталиях, причем не только в шахматах, но еще и в шашках. Для начинающих шахматистов на осенних каникулах уже будут первые соревнования. Мы приглашаем на них не только детей, которые занимаются у нас, но и тех, которые в силу разных причин прогрессируют дома, но хотели бы поучаствовать в наших соревнованиях. К сожалению, нам пока не удается открыть чисто отделение шашек. Вот, хотя результаты на области у наших шахматистов впечатляющие. Тем не менее, шашки все равно занимают довольно серьезное место в нашей подготовке. Будем проводить соревнования, будем приглашать всех. Пожалуйста, приходите. Тренер, а это кроме Романа Григорьевича Игоря Сергеевича Антоненко, связывает надежды на успешное выступление на значимых турнирах Санны Сазоновой, Лилианой Борщун, Дианой Козенко, Федором Бардыгой, Игорем Халецким. Он в этом году показал выдающийся для своих 14 лет результат. Третье и четвертое место в чемпионате Гомельской области по быстрым шахматам и блицу. Продолжение следует...